Братики-плодисанцы, у меня тут кое-что поистине интересное для вас. Это геймплейный тизер альфа-версии World of Tanks 2.0. Причем от Wargaming'а. И как вы видите по надписи на экранчике, предполагаемая дата релиза 25-й год. То есть уже в следующем году. И это на самом деле очень интересно, потому что предыдущий подобный такой микро-трейлер, микро-анонс навел много шороху в танковом комьюнити. Всем интересно, что это за Танки 2.0. Современные машины от WG и как предполагается также аркадка. И ну это очень любопытно. А здесь у нас практически 3 минуты геймплея. Со всякими этими приколами, что там будет, как это все будет выглядеть, как это все будет играться и прочее. Как по мне, это очень интересно. Но самое интересное, так это то, что до сих пор еще есть розыгрыш на 600 больших новогодних коробок. Успей забрать, потому что коробки-то скоро закончатся. Участвовать могут абсолютно все со всех регионов. Там в описании все указано. Опять же, ссылочка на розыгрыш, где, чтобы участвовать, просто надо нажать кнопку «Участвую», она так и называется. Ссылочка первая в описании и в закрепленном комментарии. Успей забрать халяву. Потому что 600 коробок на дороге не валяются. Давайте глянем, ребят. Поехали. Так, ну... Вы готовы? Новые герои, базы. Ну, в общем, добро. Лимитированное время. Теплоки будут. Мы потом будем покадрово все разбирать, потому что, как я понимаю, здесь прям нам очень навалят много... Много инфы. И надо будет ее прям отдельно каждую высматривать. Экипаж. Абрамс. Оу, нифига. Это что за колда? Ну, это колда. Такого вздутия, самое настоящее чат. Птурчик. Не, не птурчик, а джавелинчик или что-то. Что-то такое, что он скинул? Ууу. Нихера. Гребаный рот этих спецэффектов. Аж глаза вытекают. Вы слышите? Ребят, на фоне там еще какие-то разговорчики. Я так понимаю, что это записанный геймплей во время игры, во время там обзоров каких-то и прочего. Кстати, справа вверху, как вы видите, есть Пинг. И есть Флойд. Ой, ну, сори. И FPS. Если что, там можно тоже посмотреть. Ну, фэпосов тут около 60. Но я так понимаю, что оптимизация там еще будет. Очень много этапов. Но это реально колда. Вот это прям конкретно я колобздухия было так что. Ё-моё. Это просто рай для эпилептика, да? Короче, закрытое альфа-тестирование. Кто не понял, что там написано, это закрытое альфа-тестирование. Как я понимаю, это прям, ну, такая, скажем так, полузакрытая инфа. Которая специально сливается для того, чтобы собрать фидбэк. Ну, или первое впечатление посмотреть, что это будет. Ну, абрамсы, ну да, это новые танки, все дела. Это, я так понимаю, какой-то экипаж будет, да? Опа. Кастомизация будет отдельных элементов. Вот это интересно. Леопарды будут. Абрамсы, я так понимаю. Вся вот эта новая техника. Это сборка, ребят, чтобы вы понимали. Всех доступных видосов на данный момент. Компиляция. Нифига себе. У меня уже глаза кипят, если честно. Это что такое? Какими-то ракетами серьезными. Ну так, сильно много всяких объектов на танках. Чисто танки онлайн какие-то уже получаются, не? То есть тот же Абрамс выглядит просто как космолет какой-то. Предлагаю, ребят, посмотреть нам теперь это все на более замедленном. Потому что тут насыпают тебе очень много инфы. И как-то ее надо успеть разобрать. Давайте посмотрим. Ну согласитесь, как минимум это интересно. Давайте я музыку чуть поменьше сделаю. Короче, будут вертушки. Будут вертолеты. Но это уже интересно. Это уже, ну я так понимаю, War Thunder. Но на манер аркадной игры, аркадности геймплея Wargaming. Тоже с новыми танками и так далее. Еще и самолеты будут, судя по всему. Я думаю, что и в прошлые разы, в прошлых видосах, насколько я помню, там тоже были вертушки и тоже были самолеты. Короче, как я понимаю, авиация будет прям конкретно, да? Ну я думаю, определенная авиация будет для антуража, а определенная авиация будет геймплейной частью. Так, лимитированное время. Тут уже теплаки. Теплаки будут. Теплаки, кстати, в тундре тоже есть, насколько я знаю. Вот это какой-то бомбардировщик. Да ну вот этот, я не знаю, как этот самолет правильно называется, или самолет поддержки, или еще там как-то. Но это реально из колды, чуваки. Вот как будто это момент из колды, причем и прошлой части, и позапрошлой части. Я думаю, вы помните все эти моменты. И смотри, ты выпасаешь, где они дерутся. И потом ты запускаешь птуры, или ракеты, или как правильно сказать. Типа разрушаемость такая, да? Псевдо-разрушаемость, псевдо-хавок. Но я думаю, здесь тоже будет псевдо-хавок, как и в танках. Прямо сейчас. Потому что полноценный хавок так и не смогла картоха завести. Здесь, я думаю, тоже полноценного хавока не будет. Но эффекты серьезные. Пулеметы будут работать. Интересно, что этими пулеметами можно будет делать? В тундре тоже пулеметы, кстати, работают. Я думаю, здесь много будет еще подобных отсылок. И я так понимаю, пулеметами, скорее всего, можно будет дропать экипаж, вероятнее всего. Ну, взрывы. Оу, ну, разлет того, как при уничтожении танка, разлет его на мелкие части. И прям этих мелких частей целое обилие. Это смотрится симпатично. Да, 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 вот, видишь? Нурсы, по-моему, да? Или нутсы. По-моему, Нурсы скинула вертушка. И я так понимаю, ее можно будет законтрить с танка, да? Это какой-то экипаж ваш. Больше похоже на какую-то часть Battle Pass. Battle Pass оформлена именно так, как под Battle Pass. Ну, Абрамс, навешали на него, будь здоров. Все, что можно навешать. Да, 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 вот, смотри, он просто через теплок. Тут какая-то арена прям конкретная. Пулеметы. Причем это миниган. И это, блин, это реально выглядит все как какие-то танки онлайн. Смотри, ну, это прям колда, дядь. Это прям конкретная колда. Я так понимаю, это определенные режимы. Как вы видите, вверху. Е, Б, С, Д, А. Как я полагаю, это просто захват точек. Захват ключевых точек. Эта система уже во многих играх есть. В той же батле она есть и так далее. Система захвата ключевых точек. Режим. Вот. Ну, карта, как бы. Вот давайте я вам вот так вот разочек покажу. Ну, карта здесь, как вы видите, тоже очень схожа со многими проектами. Я так понимаю, тут просто будет много режима. Вот это вот интересно. Ракету он запускает. С этого самолета поддержки, да? Вот это что такое? Что вот это он сбрасывает? Какие-то осколочные фугасные заряды или что? Просто, видите? Бах, и он теперь стоит на катках. А вот это авиаудар. Очевидно. Это в прошлом видосе мы тоже видели. Причем авиаудар, как я понимаю, тоже наносит. Будь здоров. Пулемет. Видно было. Система вот этого пулеметика. Как я понимаю, вот скоро в танках у нас будет такая механика перегрева пулемета. Танки с механикой перегрева пулемета. Там что-то подобное. Леопардик. Причем вы видите, все танки прям... Опа. Что это он разбрасывает? Видите? Вот, блин, интересно, что-то было. Так, а ну давай я перемотаю. Какие-то заграждения. Это просто жесть. Сколько здесь всего. Ну, видите, здесь перки слева. Как я понимаю. Ну, это не перки, конечно. Это обилки твои, да? И в прошлый раз мы тоже их видели. Довольно интересно. Ну, и здесь разные типы снарядов у вас будут. Видите, справа километраж. Скорость вашего передвижения. Снаряды. И здесь тоже хилы будут. Да, ребят, здесь также будет огнетушитель, видите? Автоматический стоит. И шприц. Судя по всему, это как аптека для экипажа. Это ваши хитпойнты. Это ваша энергия. У танка будет показатель энергии. Как я понимаю, с помощью этого показателя энергии можно будет вставить всякие вот эти штуки. Ловушки. Там разминирование, наверное, этих ловушек. Ну, короче, до конца непонятно. Можете чертнуть в комментариях, кому пришли интересные мысли. Вот как у нас выглядит снайперский прицел. Ну, это помесь, арматы, вар тандера, танков онлайн и в конечном итоге ворд оф танкс. Просто все в кучу. Ну, хитпойнты, ну, аркадка, да. Это прям жесть. Это прям такой экшен. Это прям куча всякой истории, куча всяких обилок, там взрывов, фейерверков, там самолета, авиаподдержка, вертолеты. Это просто жесть. Реально, глаза вытечь могут. Это, блин, чуваки. Ну, выглядит, конечно, любопытно. Хотелось бы потестить. Но вот это прям колда конкретная. Это как-то ты можешь за определенное количество киллов вызвать себе эту помощь с воздуха. Или как-то заработать эту обилку. Или ты можешь выезжать сразу на самолете поддержки. Короче, интересно. Но танки, видите, кастомизация танков будет прям очень серьезная. Куча различных отделов. Вот, типа, разрушаемость. Ну, это полухавок, это видно. Это такой же полухавок, как и в танках. Я думаю, он же, та же система взята за основу. Да, чуваки. Ну, вот система кастомизации, вот, посмотрите. Турбоугнетатели какие-то можно будет вставить. Ну, как я понимаю, это и внешка будет меняться. И ваши тактико-технические характеристики, вот они слева. Ну, то есть, ты ставишь модуля, грубо говоря. Да, 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 да. Вот, вы посмотрите, перки. И консамблес. Ну, короче, как я понимаю, ремкомплект. Пожаротушение. И для экипажа. А здесь, ты, типа, ставишь оборудку. Ну, только она называется перк. Да, конечно, не совсем, не до конца понимаю, парни. Вот, положа руку на сердце, не до конца понимаю Wargaming в этом плане. Зачем им тратиться на такой проект? Типа, очевидно, что это нормально по баблу будет стоить. Не думаете, в это кто-то будет играть? Ну, прям, ну, потому что если в это будет играть пару тысяч, то это, очевидно, еще одна армата, которая закрылась. Просто на какую аудиторию они целятся таким продуктом. Ну, а здесь режим захвата точек. Ну, там прям просто жесть. Вы представьте, как отбалансить самолеты поддержки вот эти. Ракеты, птуры, пулеметы, вертолеты. Куча вооружений у вертолетов. В танках, куча разных танков, куча разного вооружения, типа снарядов. Перки у этих танков или обилки. Какие-то заградительные херни, которые гусли сбивают. Еще какие-то там огни, я думаю, еще дымы будут. И это просто, как это все отбалансить? Просто мозг взрывает. Это какая-то каша прям конкретная получилась. Какой-то конкретный винегрет. Нет, если прокнет УВГ, я буду только рад. Почему нет? Можно будет делать контент, играть там две игры параллельно и так далее и тому подобное. Я там поиграл в танки, зашел здесь, поиграл, покачал. Но пока выглядит, как запредельный винегрет. Как запредельная каша, которую фиг знает, как расхлебать. Я просто, честно, очень хочется поиграть, посмотреть, что получается по итогу. Но пока это прям... Это реально World of Tanks, Armata, War Thunder, Танки Online, все вот это скомкано. И Танки 2.0. Вот 2.0. Ну спецэффектов прям вообще жесть. Это что такое? На тысячу. Просто он огрел его на тысячу. Посмотрите, друзья. Вот здесь у вас типа помощь от артиллерии, как я понимаю. Здесь у вас вертолет нарисован, типа помощь от вертушки. Еще какой-то перк у него кадешится. Ага. Какое-то... Какое-то типа электричество. Ну, нарисовано вот здесь. Но, как я понимаю, судя по удару на косаре, это какая-то ракета жесткая. То есть это ракета, которая наводится на уязвимые места или что. Или просто ты заходишь в прицел, и как будто, вот видите, как будто ты в этом прицеле... Вот. Да, как будто уязвимое место ты ищешь. Типа как фугасом. Ты выцеливаешь, и тебе маркер орудия показывает, что вот, допустим, в корме зеленый можно пробить. Так же и вот этим зарядом, который он сейчас юзает на косарь. Ну, у танков там 2000 с чем-то хп. Да? Вот здесь у него 1275 осталось. Ну, значит, там 2600 у него хп в общем. И он ему усандалил этой историей на косарь. И у него, если на корму, то на корму оно там штрихованным было. То есть типа не пробьет. Как я понимаю, это какой-то там... Какая-то там, я не знаю, какой-то втуру может быть. Который там на танки ставится. Есть такая история. И здесь поддержка от арты, а здесь поддержка от вертушки. И у каждого танка такое будет. Ну, блин, это вообще жесть. И видишь, они тут еще всякие специфичные украшения на танк. Да, там типа какой-то розжиг непонятный. Что-то тут горит, там горит. Это чисто мангал какой-то прилупашили. Ну, это прям жесть. На что они рассчитывают? Типа, это же очевидно, в разработке... Там куча всяких компонентов в разработке стоит недешево. На что они рассчитывают? Что в это начнут массово играть? Ну, бред. Ну, реально бред. Просто даже если в это будет кто-то играть, то аудиторию явно они будут вытягивать со своего же проекта, с World of Tanks. И, ну там, из всех прилегающих проектов. То есть вот Blitz. То есть также консоли, танки на консолях. Потому что я думаю, что это будет мультиплатформенность. Я думаю, что это там на всех платформах будет. Но пока непонятно, в какую аудиторию они целятся. Потому что пока это все выглядит прям слишком перемудрено. Потратить кучу бабла, кучу времени на разработку. Сделать еще одну армату, которая точно так же схлопнется. Но это будет обидно. Поэтому надеемся, что будет что-то интересное. Пишите ваше мнение обязательно в комментариях, я почитаю. Мне реально интересно, что вы напишите. Я думаю, вы много каких-то деталей и мелочей подзаметите. То, что не заметил я. Ну вот, типа Паттон, как я понимаю, да? Судя по всему. 3200 хп у него. Ну блин, ну чуваки, это реально армата с кучей, 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 кучей. Всякой еще истории. Пока непонятно. Очень интересно, но ничего не понятно. А вот что понятно, так это то, что надо зайти и подписаться на телеграм-канал Бладистан. 600 коробок разыгрывается. Успей забрать. Ссылочка в описании и закреплено на комменте. Все, друзья. Подписывайтесь, прожимайте лайки и комментируйте. Самое главное, комментируйте. Реально будет интересно почитать. Спасибо всем за просмотр. Удачи. Бабе.